МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Близится к концу очередной учебный год, четвертая четверть которого проходит дистанционно. Впервые в этом году в связи с пандемией школы области образовательную программу осваивали виртуально. И что же из этого вышло, поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях директор средней школы номер 23 города Талдыкурган Айгуль Таласпаевна Мусикенова. Также директор средней школы имени Бахтубая Жолба Русулу города Талдыкурган Жанат Танирвергенович Успан. Из Кельдинского района. Здравствуйте. Тут написали город Талдыкурган. Простите. Давайте продолжим сегодняшнюю программу. Хочу напомнить нашим телезрителям. Мы работаем в прямом эфире. И для вас работает номер телефона 400109, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы нашим гостям. Код города Талдыкурган 87282. Также вы можете написать свои вопросы по WhatsApp мессенджеру, номер которого у вас на экранах и стоит. Пишите, звоните, задавайте свой вопрос. Переходя на дистанционное обучение, первую очередь столкнулись с чем? Ну вот если в основном мы говорили о сельских школах, мы переживали за них, поскольку трудности могли появиться именно в сельской школе, поскольку интернет был слабый. Вот с чем в первую очередь столкнулись в Кельдинском районе? Ну, в первую очередь, во-первых, это дистанционное обучение. В Казахстане происходит первый раз, поэтому к этому никто не был готов. И первое, что нужно было сделать, к этому нужно было подготовиться. Во-первых, это была подготовка в ускоренном темпе, потому что нужно было начать с новой четверти, с самого начала, и провести обучение в дистанционном формате. Для этого нужны были, как уже говорилось, видеоуроки, также должны были быть подготовлены уроки самих учителей, а также для этого должна быть готова база. То есть база – это интернет тот же самый, и через платформы. Ну, сами понимаете, во многих интернет был слабый, но за короткое время наше, как бы, правительство начало работать, и те работы, которые не доходили руки, были сделаны. То есть интернет был улучшен, и связь, которая была до этого времени слабая, была связь улучшена, и за счет этого появилась возможность провести это, дистанционное обучение. А то, что, как бы, какие трудности, это, во-первых, то, что не у всех детей были, вот, как бы, возможность подключиться к интернету. Там у некоторых детей многодетные родители, пятеро детей, смартфоны не у всех есть, но при этом прорабатывали все варианты, чтобы, как бы, они смогли присутствовать на уроке. То есть сделали плавающее расписание. Раньше было, если расписание жесткое, определенное время они должны были войти и сидеть на уроке. А здесь плавающее расписание. То есть ребенок мог войти на урок в любое удобное время. Для этого просто здесь нагрузки были на учителя, но при этом ребенок получал, как бы, все те знания, которые должен быть получить. То есть в этом плане здесь пошла нагрузка только на учителя по времени. То есть если учитель работал определенное время, там ограниченное время, например, у него были часы свои в этот день, то при дистанционном обучении у него был ненормированный рабочий день. А также через WhatsApp мессенджеры. Да, по каким платформе работали? Да, по платформам не у всех были подключены, поэтому приходилось специально подключать, подключать те платформы, по которым было удобно работать на данный момент, удобно работать по WhatsApp. Здесь же, если мы раньше не очень использовали Zoom, начали подключать платформы Zoom. То есть те платформы, которые были, как бы, для родителей новыми, они были подключены, и родители начали использовать их. И вот что было сложно, ИКТ мы называем, как коммуникабельность родителей, по плане информационных технологий у них была низкая. Поэтому в этом плане они пострадали, и пришлось их также обучать. Можно продолжить мысли, да? Я хотела сказать, что любое, вот как вы говорите, это действительно проблема не только в Казахстане, это в мировом масштабе обсуждалась именно эта проблема. Что касается сельских школ, наша школа является одной из сельских школ, малокомплектных школ. И организацию по дистанционному обучению мы начали сразу с 20 марта. Что это дало? Во-первых, мы собрали группу, мобильную группу, которая состояла из инициативных, как сказать, открытых к инновациям учителей, которые смогли изучить вместе с нами, с администрацией школы, платформы. Выбрать именно ту платформу, которая была приемлема для всех коллег, а также для учащихся школы. Таким образом, к началу четвертой четверти коллектив школы, учащиеся школы, потому что ради практики учителя в каникулярное время проводили свои классные часы. И это дало возможность уже без всяких затруднений начать четвертую четверть. Поэтому я поддерживаю коллегу в плане того, что проблем, конечно, много. Во-первых, это неподготовленность, и технологически, например, мы не знали, что такое платформа. Благодаря этому мы узнали. То есть нужно искать в каждом минусе плюс, наверное. На сегодняшний день, вот вы к вашему вопросу, как мы заканчиваем четвертую четверть? Я хочу сказать, что по итогам четвертой четверти качество знаний у нас не повысилось, по крайней мере, в нашей школе. Мы сохранили то качество знаний, которое давали по итогам третьей четверти, 67%. Сегодня мы сохраняем это качество знаний. И когда говорили, вот, Майгуль Тлеутальна выступала с учителями, проводила открытый диалог по телевидению, да, вебинар проводила. И там я была удивлена, я думала, это директорский корпус вошла. Да оказалось, что она проводила именно с учителями. И настолько она мотивировала учителей на то, чтобы каждый из них выразил свое мнение, рассказал, какие проблемы у них существуют. И это как бы подстегивает учителей. Это очень редко, это первый случай в области, когда лидер образования в области спускается именно к учителям, поворачивается и общается с ними. Поэтому на сегодняшний день качество мы сохранили, мотивация учащихся высокая. На сегодняшний день учителя участвуют в дистанционных олимпиадах, различных конкурсах. То есть это дало как бы шаг вперед, не назад, а вперед именно. Это новые победы в дистанционном обучении. Я считаю, что это наша, у всех педагологов школ, например, у руководителей, для всех это определенная маленькая победа. Ну, как бы вот так вот. Когда мы начали дистанционное обучение, все родители и вообще многие люди скептически отнеслись к тому, что через дистанционное образование, дистанционное, получить нормальное знание невозможно. И вот задает телезритель вопрос, очень много он написал. Вкратце я давайте скажу. Я не уверен, что уровень знания повысится. Это будет пробел в нашем образовании, пишет. Дистанционное образование рассчитано на то, во-первых, это самообразование ребенка. Конечно, здесь у вас... Давайте мы чуть-чуть позже ответим. Есть телефонный звонок. Хорошо. Открышим нашему телезрителю, потом продолжим. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел задать гостям вопрос насчет предстоящего ЕНТ. Хотел такой вопрос задать. Несмотря на наши новшества, реформы, каждый год много процентов учащихся, например, в прошлом году, не могут пройти ЕНТ. Чем это связано? И что они могут предложить по этому направлению? И хотелось бы, что вот дистанционное образование, оно, как бы сказать, дало ученикам больше, чем другие направления. Хотелось вот такое личное мнение сказать. Все, спасибо. Спасибо большое. Вопрос немножко размытый. Я так поняла, что нужно просто сказать конкретно, как ведется работа в направлении ЕНТ. Работа по ЕНТ ведется в школе следующим образом. Сегодня, несмотря на то, что мы перешли на дистанционное обучение, есть самообразование. Есть такая вот, учителя все предпочитают больше работать именно через WhatsApp. И с каждым учеником, например, у меня в школе 9 выпускников, и со всеми учениками учителя-предметники проводят индивидуальную работу. То есть сейчас существует много возможностей для учащихся. Это онлайн-тестирование. Вот я считаю, что мы еще не отошли от того момента, когда все требуем у государства, у правительства, допустим, у школы. На сегодняшний день мы вошли, у нас как бы время само показало, что сегодня человек должен сам заниматься ради себя. Если это выпускник, то, например, общаясь со своими выпускниками, я им всегда говорю, что самое главное – это цель. Если ты ставишь цель, допустим, максимальную, значит, ты должен выработать алгоритм, как ты к этой цели дойдешь. Если ты выполняешь это, значит, это замечательно. Если у тебя какие-то сложности, есть конкретный учитель по какому-то предмету. Поэтому сказать, что низкие баллы, я не могу сказать именно по своей школе, потому что мы держим планку. Второй год мы входим в десятку, даже в пятерку уже вошли. В этом году, исходя из мониторинга ЕНТ по онлайн, ну это мы чисто для себя мониторим, насколько будет повышение, либо понижение. Возможно, у нас останется стабильный результат 75%. Это моя субъективная точка зрения касательно моей школы, в смысле 23-й школы. ЕНТ, еще добавлю, ЕНТ, сейчас если говорят, что как идет по затокам, действительно, они готовятся дома. То есть, они проходят тесты, онлайн-тесты, сейчас в неделю два раза дают тесты. И на данный момент, пока тесты показывают, насколько она объективна, идет рост ЕНТ. Но если здесь говорят, каждый год ЕНТ проходит много детей, но многие не проходят, но многие идут на авось, скажите, на авось, надеются на авось. Это идет подготовка, как коллега сказал, действительно, самоподготовка. Если ты настроен, человек, если настроен на ЕНТ, он должен работать с самоотдачей. Здесь идет подготовка, какие вопросы, те вопросы, которые нужны ему, то есть, которые он не понял, они должны обрабатываться вместе с учителем. Если учитель дает, но ребенок это не воспринимает, если мы с многими, с родителями работаем, иногда они говорят, сами приходят и жалуются, мой ребенок не готовится. Вот со школы пришел, он не готовится. Как можно повлиять? Мы говорим, мотивация какая-то должна быть. Как вы даете мотивацию ребенку, что он, если пойдет на ЕНТ, дальше пойдет учиться, поступать на грант? Многие говорят, нет, нам достаточно того, что мы пойдем на платное обучение. Поэтому ЕНТ, я думаю... Как в этом году будет проходить ЕНТ? ЕНТ будет проходить в обычном формате, но с соблюдением правил норм санитарной гигиены с 20 июня по 5 июля, как обычно. Там будут в аудиториях поменьше людей, раньше, если сидели часто, там расстояние, будет соблюдаться определенное расстояние, людей будет поменьше, но в таком же формате. Защитные меры конкретные будут приниматься. Давайте задам еще один вопрос. Продолжение того же вопроса. Все же скептически относились. Здесь телезритель пишет, если в четвертой четверти дети учились хорошо, то это заслуга родителей. Но не учителей пишет. Поэтому что скажете? В каждом человеке, наверное, есть собственное я, самолюбие и свой эгоизм. Я не говорю, что заслуга это прежде всего учителей. Это заслуга совместная. И нельзя говорить здесь, что это заслуга родителей только, либо только учителей. Я сама работаю учителем, преподаю в пятом классе. И я понимаю, насколько сложно было сегодня учителям. Это нужно адаптироваться к новой программе. Это нужно самой подготовиться, записать свой голос так, чтобы было приятно слушать ученику. Выбрать определенный материал. То есть, смотрите, даже в процессе дистанционного обучения, как из комментариев мы смотрели по соцсетям, да, говорят о том, что дистанционное обучение для многих стало интересным. Конечно, есть категория вечно недовольных, но, однако, результаты положительные. Кстати, конечно, тут вот она в том плане, родитель, наверное, прав, видимо, очень хорошо и усердно занималась ребенком. Поэтому это, конечно, замечательно, если родитель считает, что он внес вклад в развитие ребенка. Мы тоже точно так же счастливы, что есть такие родители, которые совместно с нами работают, вносят в образовательный процесс обязательный плюс. Ну, это вот только стоит такое радоваться, если хорошо заканчивает школу? Нет, это в том плане, что работали родители лучше, чем учителя, наверное, так хотелось. Я не знаю, что выразиться хотели, что... Я думаю, так, поскольку в основном, когда начинали вот дистанционное образование, все, я же уже говорила, все как-то относились с недоверием. Сказали, мы это не освоим. Ну, были такие пессимисты. Но, как оказалось, опыт показал уже, что мы что-то можем сделать. И вполне хорошо. Еще один вот вопрос. Моему ребенку понравился только урок физкультуры. Как они занимались, я не знаю. И вообще, я этот вопрос тоже хотела задать. Какие предметы были популярными именно в онлайн-режиме? Можно я скажу? Здесь я бы не сказал, что другие предметы были непопулярны. Ну, видимо, понравилось дома заниматься. Может быть, им скидывали видеоконтенты, они с этими видеоконтентами занимались, и это им понравилось. Но это в повседневной жизни можно всегда делать, несмотря на дистанционное обучение. Но есть уроки, которые более понравились. Например, английский язык. Молодые учителя, которые только пришли с института, они более-менее продвинутые, они на платформах более адаптированы. Поэтому они начали преподавать уроки в виде формы игры. И это понравилось. Ученики с таким азартом начали учиться. Английский язык, у них отзывы идут такие, потому что мы мониторим. И у них такие отзывы, что прекрасные уроки. Даже по сравнению на уроках, если было неинтересно, они сейчас больше занимаются английским языком. Я бы не сказал, что только популярная физкультура. Это когда в заперти, наверное, сидел ребенок. Да, может быть. Я бы, знаете, здесь еще хотела отметить работу управления областного отдела образования, городского отдела образования, методических кабинетов, которые в этот период усердно работали. Почему? Потому что именно они предлагали нам снимать онлайн уроки. Предлагали как-то активизировать детей, продумать определенные моменты. Это работа не одной школы, это работа всей системы образования, которая на сегодня дала вот такой положительный отзыв даже о уроке физкультуры. Потому что уроки физкультуры тоже отдельно учителями снимались. Я считаю, что это вообще зависит многое от самого учителя. Если ты профессионал, то ты сделаешь так, что твой урок будет самым лучшим. Если же у тебя нет настроения, то, конечно, это минус. Но в школе у меня, например, 35 учителей, и все 35 учителей дали онлайн уроки. Многие из них участвовали в конкурсе. То есть я не могу сказать, что дистанционное образование это прям супер классно. Есть, конечно, минусы, но мы работаем над этими минусами. Но о плюсах тоже надо говорить. И я тоже обращаюсь к родителям с тем, чтобы каждый из нас ценил друг друга. Вот мы читали в соцсетях именно пожелания детей, пожелания родителей. И нам было очень приятно, что вот прошла какая-то переоценка ценностей. Что сегодня и родители, и учитель на должном уровне оценили работу учителя. Спасибо министру образования, который отметил, именно выразил благодарность всем педагогическим коллективам за четкую организацию дистанционного обучения. Поэтому я не могу сказать, что это работа одного человека, учителя конкретного. Все равно есть определенные требования, ты стремишься к этим требованиям, перед тобой ставят эти цели. И замечательно, когда есть коллектив, который выполняет эти цели, реализует и становится лучше. Поэтому это заслуга всех педагогов школ и прежде всего наших руководителей. Какое мнение у вас по этим 10-минутным телеурокам, по WhatsApp-мессенджеру распространялось? Несколько видео, где вот учителя с ошибками, с грубыми ошибками проводили уроки. И вот вы сами смотрели, оценивали? Что скажете? Знаете, как правильно сказать, 10 минут это профессионализм учителя, в который он вкладывается и может джать всю информацию на 10 минут. Но при этом эти же 10 минут продолжаются в домашнем задании, то есть мы закрепляем это домашнее задание, потом обратно идет время на то, чтобы давать обратную связь. Что касается не совсем, как вы сказали, уроков, ну как неэффективные уроки, да, это, конечно, они были. Но я хочу сказать, а кто делает без ошибок что-то? Всегда бывают на первых ступенях ошибки. Главное, чтобы эти ошибки были не смертельными. И те учителя, которые сделали эти ошибки, я думаю, что для них это стало уроком. Каждый будет работать над своим профессионализмом, дальше, дальнейшим ростом. Ну это мое такое мнение. Конечно, как и сказал министр образования, что были, конечно, такие уроки, но дальше будут работать над тем, мы будем работать над тем, чтобы не допускать таких уроков. Поэтому родители тоже молодцы, что они оценивали, внимательно смотрели за онлайн-уроками. Я думаю, уроки, это 10-минутный урок, это ребенку дает для того, чтобы почувствовать, что он сидит на уроке, если так сказать. А дальше учитель продолжает, у него до 40 минут уроки могут продолжаться еще больше, потому что по WhatsApp они работают беспредельно. А тот урок, он дает возможность ребенку почувствовать, что действительно находятся, а не так, что где-то нет уроков, это каникулярное время. А то, что они находятся на уроке, потому что идет, как бы, учитель находится перед ними, который дает хотя бы видеоурок в течение 10 минут хотя бы. Вы знаете, когда мы провели первый пробный урок 1-го числа, да, по всему, как по приказу министра образования, а потом пошли родительские собрания. Это очень удобно было, потому что, ну, допустим, все руководители сидели на родительских собраниях, да. Я для себя поняла, что многие родители поддерживают, значит, те уроки, тот процесс, который начался еще с 20-го числа заранее, да, то он дал положительные результаты. И на родительских собраниях, получая обратную связь, я пришла к выводу, что все-таки этот труд имеет определенный результат. Родители были довольны. Я хотела, пользуясь случаем, выразить благодарность. Вот вы говорили о проблемах. Одной из проблем это было именно подключение к интернету, да, именно загрузка единиц, да, за определенные средства. Поэтому я очень благодарна воинской части 55-14, которая оказала нам материальную, социальную помощь нашим детям в получении дальнейшего образования. Таких организаций было очень много. Где-то там телефон купили, где-то приобрели компьютеры. Где-то даже вот подарили телевизоры, чтобы как-то телеуроки смотреть. Пишет вот ученик 5-го класса, будет ли последний звонок? Я соскучился по своим одноклассникам. Я их в этом году не увижу, пишет ребенок. Что скажете, будет последний звонок? Ну, карантин на данное время, карантин продлили, поэтому в школе последний звонок проводиться не будет. Мы готовим сейчас видеоконтенты, как вы говорите сейчас, через Zoom, через платформы различные. И будем отправлять наши же поздравления, наши же с окончанием учебного года. Но в школе проводиться они не будут, потому что разрешения на это нет. Ну, мы завершим также. Выпускные там на данный момент приходят, скорее всего, придет положение. 3-4 числа вручение аттестатов, это 9-11 классах, на открытом воздухе, с наименьшим количеством людей и соблюдением санитарных норм. Можно ответить на вопрос с пятиклассником? Дорогой пятиклассник. Его зовут Ерганат. Ерганат. Огромное спасибо тебе за то, что ты, несмотря на то, что есть определенные сложности, ты хочешь продолжать обучение в школе. Ты говоришь о том, что хочешь увидеть учащихся, учеников, одноклассников и радоваться тому, что ты пришел в школу. Я думаю, что эта твоя мечта обязательно сбудется. А встретиться с учениками ты можешь именно на онлайн-классном часе 25 мая. Там вы все соберетесь, увидитесь, и это будет замечательно, потому что жизнь продолжается. Ну, к сентябрю, надеемся, что все уладится и, как обычно, первый звонок. Скажите, пожалуйста, справедливо ли проводить ссоры из Сочи дистанционно? Ну, давайте объясним, что такое ссоры из Сочи. И дистанционно проводить, ну, это много, в тот раз мы приглашали гостей, задавали очень много вопросов, вот именно телезрители, в основном родители задавали. Ссоры из Сочи дистанционно, это просто, сказали, списывание, ну, там, в интернете или друг у друга. Как в школе, справедливо ответить не получится. Писали они до этого, поэтому я озвучиваю. Скажите, справедливо ли. Во-первых, если про ссоры из Сочи, ссор – это суммативное оценивание по разделу, а ссочи – это суммативное оценивание по четверти. Там разделов может быть несколько, но в связи с карантином на данное время у нас только один ссор. И один ссор проводится в этой четверти. Поэтому ссоры – это разделы, а ссочи – это четверти. Там по, если один урок в неделю идет, то проводится только ссочи, за четверть. Если более, два или более, то должен быть обязательно ссор, то есть суммативное оценивание по разделу. И по ссор дается 20 минут. Я не думаю, что за 20 минут ребенок успеет полностью открыть интернет, заглянуть, найти, все списать и отправить учителю. Если этот ученик не отправляет в течение нескольких часов, то это уже понятно, что ребенок списал. Если тот ребенок сидит в сети и за 20 минут выполняет, откуда он может писать? То же самое по ссочам. На 40 минут дается там задание, и они должны выполнить. В начальных классах там два задания, с пятого по одиннадцатого. И это говорит о том, что уже учитель во время урока будет знать, какой ребенок ответит. Да, уже, потому что не смотрят. Они уже сидят, смотрят по времени, у них определенное время 20 минут. И здесь даже обмануть учителя не получится. Давайте задам еще один вопрос телезрителя. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, будут ли давать красные аттестаты выпускникам девятого класса? Пишет Аида. Будут ли? Конечно, будут. Те ученики, которые идут на аттестат особого образца, они обязательно получат эти аттестаты. Так как мы оцениваем не по этой четверти, а по году. Если эта четверть, даже если у него будет, я не думаю, что у него будет хуже, но если будет хуже, там по другим четвертям, там уже идут оценки, мы годовой выводим по трем четвертям, по основным. Но в любом случае этот ребенок получит аттестат. Четвертая четверть как бы учитывается, но все-таки если человек идет на аттестат с отличием, значит, естественно, у него соответствующая оценка будет. А вручение будет сообщено руководителям школы. Давайте последний вопрос задам. Здравствуйте, я хотела задать вопрос, насколько важно писать контрольную работу на двойном листе с печатью. В данный момент нас в школе просили писать в распечатанном виде. А где возьмут печать? Я не знаю, кто дал такое распоряжение. Мы исходим из приказов городского отдела образования, областного отдела образования. Нам такие установки не давали, поэтому мы на этот вопрос не можем ответить, потому что не было такого. Но, к сожалению, время программы заканчивается, поэтому ваши пожелания нашим телезрителям. Уважаемые телезрители, я считаю, это процесс необходимый, дистанционное обучение, но со временем это все закончится, и все наши дети вернутся в школы, и этот процесс продолжится. Ну, желаю вам, во-первых, здоровья, чтобы дети были здоровы и вовремя вернулись в наши классы. И вам терпение и благополучие в вашем теме. Я бы хотела сказать словами классика. Вообще, говорят, мне кажется, это его слова, Чернышевского, они актуальны во всех сферах. Наше прошлое небезупречно. Упрекать его бессмысленно, а вот изучать необходимо. Эта четверть была очень сложна как для учителей, так и для родителей и детей. Поэтому, исходя из тех ошибок, которые у нас произошли, исходя из тех возможностей, которые мы смогли показать, давайте учиться на этих ошибках и давать нашим детям лучшее будущее. Не пытаться стараться держаться за старое, а давать именно то, что их продвинет вперед и сделает успешнее и лучше. Спасибо всем. Вот на этой хорошей ноте мы давайте завершим сегодняшнюю нашу программу. Дорогие телезрители, мы с вами встретимся завтра в 16.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин